Парманентный макияж это процедура, которая является провокатором раздражения, нервных окончаний. И в зависимости от того, на каком уровне сейчас ваша иммунитет или на каком уровне сейчас состояние успокоенной или раздраженной ваша нервная система, от этого будет зависеть, насколько вы можете получить эту самую неприятную историю. И также сюда относится травматичность работы мастера. То есть, если мастер в прямом смысле перепахал губу, то там уже все тысячи процентов, что если у человека этот герпес есть или он побывает по нескольку раз в год, следовательно, он однозначно на третий-четвертый день обнаружит те же самые высыпания. Дозировка. Суточная дозировка того лекарства, которое предназначено для лечения герпеса именно в таблетках. Второй вопрос, который обычно задают. А надо ли мазать мазью? Сегодня мы разбираем с вами, в чем все-таки печали, неудачи, работы на губах. Из всех вариантов неудачных работ, если это можно так назвать, вышли такие варианты неудачной работы. То есть, беда в чем? Беда может быть со стороны мастера, исполняющего это в основном новички. И вторая сторона, это когда исполняет мастер все, как у него получается, но клиент. Клиент испытывает некую печаль, неудачу и вообще проблему именно с этими губами. С чего бы начать, меня больше сейчас интересует, на самом деле, начать со стороны клиента. Потому что, когда вы узнаете о стороне клиента, немножко может быть больше, или может быть моими глазами, моими словами, возможно, вам это поможет в работе. Первое, что меня всегда пугало в перманентном макияже губ, это то, что у меня они не получались. Это я говорю сейчас о 2009, 2010, 2011 году, когда я начинала работать. У меня не получались эти губы, и неудачная работа моя заключалась в том, что я не видела нормального, красивого татуажа после заживления. В чем заключается неудачность со стороны клиента? Это выходит герпес. То есть, когда выходит герпес на губы, я вот тут нашла несколько примеров фотографий, когда присылают клиенты, и я нашла это все в отзывиках. Вы просто можете удивиться тому, как пишут отзывы сами клиенты. Те, которые работают, которые, вернее, делают эти губы, и понимают, что вот с работы что-то вроде бы не то. Но отзывы очень содержательные. Все их, конечно, сюда я не могу прикрепить. Но история одна, что все они жалуются на то, что губы болят, то, что они гноятся, то, что на них высыпает герпес, и то, что они не знают, что с этим делать. Я не знаю, насколько вы осведомлены тем, как нужно работать на губах, чтобы как можно меньше избежать вероятности этого герпеса, и знаете ли вы, что это не зависит. Пожалуйста, напишите, как в вашей практике идет дело, обстоят дела с герпесом. Мои губы делала я себе их два раза. Один раз я себе сама делала буквально контур. Тот заполняла контур, где у меня не было буквально нескольких пятнышек, точечек цвета. И заполняла все это я в технике точечка. То есть точечно, буквально, аккуратненько. И был один у меня опыт, когда я корректировал именно на пыление. И в том, и в другом случае у меня вышел герпес. И он был страшный. Он был просто по всей вот так, за место губы у меня был сплошной вот так герпес. Больше всего он выходит именно на верхней губе. То же самое у меня происходило с клиентами. То есть все это происходило потому, что я не знала, как правильно объяснять клиенту, что правильно делать. И на самом деле существовало много разных методик и теорий, как лучше всего избежать герпеса на губах. Тогда по порядку. Что такое герпес? Герпес это вирусная инфекция, которая у нас в спящем режиме находится на кончиках нервных окончаний, которые в огромном количестве у нас находятся на зоне губ. У нас идет тройничный нерв, который вот так расположен. И две целых ветки из тройничного нерва, целых две ветки находятся над верхней и под нижней губой. Целых две ветки тройничного мощного нерва лица. Пишите, пожалуйста, знали ли вы об этом? Герпес неизбежен, если вирус есть в крови. Этот вирус есть почти в каждом. И в чем все-таки начало этого герпеса? Начало, во-первых, очень схожий вирус, скажем так, похожий между собой. Там есть некие нюансы, различия. Но это те, кто хочет глубоко копать, пожалуйста, разбирайтесь. Вот вирус герпеса именно, как он там разделяется, на какие семейства и так далее. Но опоясывающий лишай, ветрянка, герпес генитальный, герпес оральный и все эти типы герпеса, они все, в общем-то, возникают, ну, почти, услышите меня правильно, почти из одной и той же истории. Почти из одной и той же. Вот, есть там некие такие небольшие различия, то есть особенности этого, 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 этого. После того, как, в общем-то, мы переживаем в детстве ветрянку, в каком-то смысле определенный тип, да, вот этого вируса, герпеса, вот этого семейства, он остается у нас внутри. И когда у человека хоть как-то снижается иммунитет, например, он может подцепить под похожий этот самый герпес, да, то есть, например, уже орального вида типа, да, или генитального, да, который интимным путем передается, или есть еще вот опоясывающий лишай, опоясывающий лишай, это тоже вот такие блямбы огромные, которые выходят там на бедре, на спине, на пояснице, то есть где-то, в основном вот он идет вот такой вот дорожкой, то есть он прям вот как бы дорожкой, как, знаете, такая муравьиная такая вот дорожка из пузырьков и воспалений, и все это болит, и все это тикает, и все это очень больно. В большинстве случаев мы с вами видим и наблюдаем, и много знаем, ну, как бы из быта, да, что все-таки вот он на губах выходит. Если он хоть когда-нибудь, хоть один раз в жизни был у вашей клиентки, о чем стоит поговорить изначально, если он хоть раз был, то нужно сказать, что, внимание, минуточку, дорогая моя клиенточка, Наташенька, там Олечка, мы делаем перманентный макияж губ, мы работаем иглой, игла раздражает нервные окончания, и, следовательно, эти нервные окончания в ответную реакцию на вот это раздражение, которое мне совершенно не нравится, на третьи-четвертые сутки, третьи-четвертые сутки, то есть вы утром после третьего дня на четвертый день можете проснуться, или ваша клиентка в 99% случаев с ощущениями вот такого вот легкого зудения, тикания, и буквально за 2-3 часа у нее может разрастись на губе просто гроздь вот этих вот пузырьков герпетических. Перманентный макияж – это процедура, которая является провокатором. Провокатором раздражения, нервных окончаний, и в зависимости от того, на каком уровне сейчас ваша иммунитет или на каком уровне сейчас состояние успокоенной или раздраженной ваша нервная система, от этого будет зависеть, насколько вы можете получить эту самую неприятную историю. И также сюда относится травматичность работы мастера. То есть если мастер в прямом смысле перепахал губу, то там уже все 1000%, что если у человека этот герпес есть, или он побывает по нескольку раз в год, следовательно, он однозначно на третий-четвертый день обнаружит те же самые высыпания. Глубина тоже влияет на герпес? Да, конечно, конечно, влияет глубина, как уровень травматичности. Уровень травматичности дает определенный толчок на обратную реакцию нервных окончаний, на кончиках которых как раз наш вирус, вот этот из семейства герпесов, он там и живет, он там проживает и спит. И как только появляется ему угодная ситуация, он пробуждается, начинает активироваться. Момент процедуры является стимуляцией именно этих реакций, то есть это провокатор. Провокация возникает в первый день, а расцветает герпес уже на третий-четвертый сутки. То есть это его некий такой период созревания. Когда важно применить все правила превентивной терапии, это говорят, или как предостеречь. Давайте тогда уже теперь об этом. То есть мы поняли, откуда он появляется, почему он появляется, и что об этом важно сказать клиенту. Без этого я на сегодняшний день процедуру не начинаю. То есть если ко мне приходит клиентка на губы, я говорю, классно, здорово будем делать, но только при одном условии, если ты прямо сегодня начнешь пить лекарства. Почему я говорю прямо сегодня? Почему я не говорю, давай за 2-3 дня начинать? Иногда я говорю за день, но не за 2-3 дня. Ранее я когда-то давно говорила, пей там за 2-3 дня, заранее. И кто-то приходил из клиентов, говорит, да, я вот знаю, что нужно заранее пить, я вот уже все пропила. Я говорю, не поможет. Потому что день провокации сегодня, с сегодняшнего дня, значит, начинается момент реакции. Следовательно, чтобы нам удержать эту реакцию, чтобы она не бомбанула на месте ее удержать, нам нужна работа внутри клетки, где эта самая реакция и взрывается, да, где она просыпается. Это таблетки, это цитолитики, то есть это лекарства, которые работают внутриклеточно. Я как медик помню многие слова, эти медицинские наши, да, но я уже как бы подзабыла, но слово цитолитики я знаю очень хорошо, то есть это цитолитики, это клетка. Следовательно, цитолитики, это работают лекарства, которые внутри клетки. Нам это и нужно. Вот именно с губами, с герпесом это и нужно. Вы должны сказать вашему клиенту, чтобы она приняла первую ударную дозу в день процедуры. Почему? Потому что остановится первичная реакция, то есть ударная доза. Какая ударная доза? Я, честно сказать, не делаю эту ударную дозу, как говорят, там двойная доза, да, нет. Я как-то не решаюсь такие вещи, все-таки это достаточно большое количество вот этого лекарства. Я рекомендую так. Я говорю, принимай, пожалуйста, сегодня максимальную суточную взрослую дозу. Для этого я даже специально в свое время пошла в аптеку и у фармацевта спросила. Говорю, скажите мне, пожалуйста, по рекомендациям, вот именно этого лекарства, ацикловир и там пановир, что-то еще есть в России, очень много подобных. Вот, говорю, какая максимальная доза? Он говорит, 1000 миллиграмм. Я говорю, а если меньше, он говорит, ну 800-1000. То есть из этого всего я могу сказать, что в первый день выпивать нужно 1000 миллиграмм один раз, один прием. Ну, ошибка в чем заключается? В том, когда начинают лекарства дробить. Затем вы удерживаете эту дозу, да, и после четвертых суток, это не ранее, можно понемножку ее снижать. То есть, ну, уходить на минимум еще 2-3 дня. А это особенно важно для тех, у кого герпес бывает, кто хотел бы вообще без него обойтись. Те, у кого это вообще злостная история, начинайте хотя бы за сутки. За 2-3 дня нет смысла. Но вот за сутки хорошую дозу, разовую, суточную выпить, потом в день процедуры вторая, это уже 2 дозы у вас в крови ходят. Это уже будет классно. Надо запомнить дозировка, суточная дозировка того лекарства, которое предназначено для лечения герпеса именно в таблетках. Второй вопрос, который обычно задают, а надо ли мазать мазью? Я говорю, мазью мазать можно снаружи, но результата от нее лечебного не будет. Мазь предназначена для того, чтобы смягчать поверхность, и в ней какое-то количество есть ацикловира. Но действие самого, как мы уже поняли, вируса, который активируется, происходит внутри, вообще внутри, на самих-самих нервных окончаниях. Какая мазь туда вообще попадет? Значит, я увидела здесь. Я не знаю, продают у вас или нет. Это лекарство сделано, по-моему, у нас в Испании здесь. В общем, оно выглядит вот так. У меня перевернуты, потому что я же камеру показываю вам. И чем оно мне нравится? Оно не лечит. Оно не лечит. Но если будет сушить, и будут вот эти болячки какие-то, вот что-то где-то вышло, и хочется... Смотрите, оно какая. Смотрите. Оно, во-первых, вкусное. Оно как мед вообще. Это какое-то желе. Наносишь на губы. Губы... Просто ощущение, как будто бы губы смазали каким-то бальзамом. То есть, мне очень нравится. И вот эти мази белые, которые мазят цикловир. Она такая белая-белая. Как, я не знаю, детский крем. Я такими мазями вам не рекомендую мазать. Во-первых, они забивают болячки. Вот эти все сухости. А вот это прям, прям как мед. И она сладкая. Ее прямо облизываешь, она сладкая-сладкая. Не знаю. Вдруг где-то вам вот попадется. Я прям вот очень рекомендую. Следующий момент. Татуаж губ, он делается должен... Сама процедура должна делаться адекватно. То есть, отека на губах какого-то сумасшедшего не должно быть. Но если вы работаете у контурной зоны. Но эта контурная зона, она является, по сути, самая реактивная на герпетические высыпания. Потому что у меня вот даже где-то картиночки. Сейчас я посмотрю. Вот тут, вот тут. Вот, вот тут вот. Видите? Контурная зона губ, она как раз реактивная на герпес. То есть, если у вас он проработан больше, да, и вы почти не ходили на слизистую, то у вас может так и получиться. Что у нее выйдет где-то по контуру. А здесь, как бы, вроде все нормально. Но мы часто работаем с захватом слизистой. Для того, чтобы не было эффекта вот этой съеденной губной помады. Да, такой вот, как бы, контурный, как будто бы татуаж. Поэтому, если вы работаете на слизистой, то отек, как бы, он будет распространяться в любом случае. Когда вы хотите понять, вы работаете травматично или нет. Хотя бы понять на уровне, вы не слишком мучаете губы. Это должно быть так. Во-первых, не должна идти кровь, да. Но если у человека есть к этому повод, у нее месячные, у нее нервное какое-то истощение, у нее бессонная ночь, у нее хрупкость сосудов, у нее давление периодически скачет, у нее голова болела 2 часа назад. Ну что-то, что-то, что-то. То есть, в целом, вы понимаете, что вы еле касаетесь, а у вас кровит. Это уже другая история. Здесь я вас научу просто правильно работать тем, кому нужно, приходить просто на онлайн лекцию по правилам работы на губах. Это у меня отдельный курс. Это все, кто сегодня смотрит и в другой день смотрит этот эфир, вот по герпесу, я вам даю промокод. В конце эфира будет промокод. Надеюсь, я не забуду дать вам промокод в конце на скидку. Но если даже забуду, вы можете мне писать в личку и спросить. Екатерина, я хочу пройти ваш курс по губам, дайте мне, пожалуйста, промокод. Промокод будет на скидку 1000 рублей. Хочу вам сказать, что герпес выходит не только на губах, он выходит и на глазах, и на бровях. Когда он выходит на бровях, это очень редко, но в моей практике это было, я вас уверяю, это не вымысел, это реальные ситуации. Он выходит на головках. Почему? Потому что тройничный нерв, одна ветка здесь, вторая тут, а третья вот здесь внизу. И вот этот тройничный нерв, который идет, он тоже раздражается. И у людей, у которых есть предпосылки, это редкое явление, но это может быть. И проявляется герпес на бровях именно на головках. Если вы видите какие-то проблемы у клиента, такое часто высылают в какие-то группы, паблики по татуажу, задают вот эти анонимные вопросы. И присылают, вы не знаете, что это такое, и прямо вот видно, что вот тут все красное, а здесь все нормально. Все, я вам говорю точно, это герпес. Герпес выходит на головках и поражает их как раз тоже 3-4 сутки. И разрешение проходит также на 6-7 день, где-то постепенно, и потом вот эти болячки заживают. Как ухаживать за герпесом, если вдруг он вышел, но клиентка пила лекарства, и он буквально вот немножко вышел. Она говорит, вот пила лекарства, а все равно вышел герпес. Вы говорите, что это сила реакции вашего организма. То есть, если бы вы не пили, было бы еще хуже. Вот, но если вы хорошо процедуру сделали, обычно клиенты говорят, что да, было нелегко, но я очень довольна татуажем губ. Тут вопрос встает о том, у вас все в порядке с процедурой, вы ее выполняете правильно, потому что если вы где-то что-то не совсем уверены в своей работе, и плюс еще и герпес, это можно такого напереживаться. Я вас очень понимаю, потому что, ну, сама когда-то так переживала и вот этого всего не знала. И всегда говорили там, вот нужно за несколько дней пить, а потом нужно там вот три раза в день пить, и что? Если вы будете 200 миллиграмм три раза в день пить, у вас будет такая же беда, тот же герпес будет. Поэтому только суточную дозу, максимальную концентрацию один раз в день. Как ухаживать? Ухаживать, я вам частично сказала, вот такие вот смягчающие, нежирные, неплотные средства, гелеобразные какие-то вот такие вот, как эликсирчики, будет очень классно, если они специально вот для губ, для герпеса сделаны. Поэтому ищите лучше такие средства. Вот. Вы можете даже специально зайти в аптеку и сказать фармацевту, да, сказать, что вот я мастер перманентного макияжа, меня очень интересует специфическая косметика для герпеса конкретно. Что у вас представлено? Я хотела бы знать в какой-то форме, какие-то дозировки и так далее. Это аптека, с которой вы вместе можете, да, сотрудничать в каком-то смысле, если они хотят. Они могут вам, например, разрешить оставить ваши визитки, ну, я не знаю, в конце концов. А вы им будете присылать клиентов после татуажа бровей, губ, за хлоргексидином, там, за тем, за этим. Ну, Господи, здесь нет ничего такого. Не зря же мы открываем салоны красоты вместе с аптеками рядом, со стоматологией рядом. Потому что мы друг другу как бы можем содействовать, да, то есть помочь чем-то или поддержать, да. Тем самым они могут вас поддержать всегда расходниками, когда рядом аптека, это всегда классно. Вот. Ну, в общем, мотайте себе на ус. Плавник сейчас перетекаем с вами в печальную историю со стороны мастера, когда мастер сам еще не окреп, у него есть желание работать на губах, но еще пока не очень хорошо получается. И вот в этом плане, конечно, я готова вам помогать. А все на самом деле просто. Вы думаете, что почему у вас не получается красить, потому что вы не красите. Почему у вас не получается красить, потому что вы не умеете. Почему у вас не получается красить, потому что вас не научили. Почему вас не научили, я не знаю. Вот сегодня у нас, конечно, нет задачи научить вас, но я хочу вам дать направление, и те, кто хотят учиться, конечно, я буду рада вас учить, потому что у меня таких проблем с учениками не бывает. поехали по поводу как добиться окраса плотного в середине губ возле слизистой то есть вот эта центральная часть обратите внимание что это серединочка она самая сложно натягиваемая то есть ее сложнее всего натянуть ее сложнее всего сделать как-то более удобный для закраса для этого я вам показываю самый удобный захват на нижней губе который я использую сама очень часто это не единственный захват но его сейчас самый актуальный момент дать вам то есть захват должен быть маленьким кусочком и натянут наверх него так вывернуто а вот так зубки должны быть вместе и ощущение у клиента должно быть что вернее у вас должно быть что вы растянули кожу так что она стала просто плоская но если вы перри растянется у вас будет кровить и вы не сможете красить поэтому ваша задача либо если это такие вот объемные губы как у меня да то лучше под эти губы может быть даже подложить ватный диск сложить его пополам или сделать какую-то себе подкладочку эту рундочку из ватного диска ватные дату рундочки или марлевые до прокладочки сложить и подложить под губу тогда губа а больше натянется и вы ее совсем чуть-чуть распрямить и она будет прямо самое главное запоминать она должна быть прямая поверхность должна быть прямая не вот так вот не выпуклая да вот как бы серединка выпуклой мягкой а максимально прямая как будто бы вы ее прям вот сделали очень ровно эти все захваты как бы они у вас должны быть уже в привычке если у вас не отработанная рука не отработанный захват и вы не знаете на каком участке как вы будете держать губу то конечно у вас будут проблемы потому что работа в контуре это один тип захватов очень часто я показываю новичкам зрителям захват бортика да вот такой двойной потому что когда без захвата не у всех получается новичков поэтому вы должны просто понимать захват это прежде всего гарантия как вы будете красить если вы не красите быть я плохо чувствую значит у тебя плохой захват ты не чувствуешь потому что не захватила как следует когда ты работаешь иглой по поверхности губ и слышишь как это игла как на коврике полностью вся четко слышно хорошо то это еще не значит что ты должна бежать быстрее 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 губы большие красные и на них надо работать медленнее поэтому вторая фишка это если мы работаем на сложно закрашиваем он в участке вот это середина нижняя значит уделите ему в два-три раза больше времени и проходов я надеюсь что я ответил на этот вопрос как добиться окраса плотного в середине губ возрасте слизистой так 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 у меня не получается губ почти нет остатка и коррекцию девочки не хотят делать девчонки вот кто вот это написал светлана пожалуйста приходить ко мне учиться вы просто возьмите поверьте мне что я вас научу просто поверьте и придите ко мне и научитесь и все у вас будет хорошо просто не хватает знаний вы сейчас не сможете впитать как губка я не могу сейчас выпалить все на свете я просто говорю сейчас вот ну хотя бы собрано по поводу маленького остатка сразу давайте так сконцентрируемся и подумаем почему маленький остаток потому что мало краски внесено мало внесено почему потому что скорее всего не контролировалась работа и вы слишком быстро бежали то есть у вас верхний слой вы как будто бы иголкой трогаете но вы его не красите а если вы его должны понять что вы его покрасили вы должны просто замедлиться больше ничего нового о губах вы не узнаете просто вы не можете взять это себе как истину это у меня была такая же проблема я прямом смысле так здравствуйте здравствуйте сейчас я вернусь к комментариям я прямом смысле очень долго не могла понять что значит я тороплюсь почему почему я тороплюсь если я не тороплюсь я же крашу я же вижу и я помню как я красила верхнюю губу и потом когда она меня более-менее устраивало я понимала что у меня еще работы вот так у меня еще целая нижняя губа а я уже вымоталась я уже устала красить я красил 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 у меня кое-как появился цвет на верхней губе я кое-как уже нижнюю губу доделывают и там я вам рассказывают 9 там 10 11 год когда я работала день говорю вам что я сейчас так работаю сейчас конечно слава богу я уже счастливый человек мне уже не только все получается мне уже надоело я уже отдаю все свои знания и мне интересно просто смотреть как учатся и вырастают мои ученики превращаются в преподавателей спикеров и в чемпионов но это намного интереснее сейчас стал даже чем татуаж делать поэтому было очень тяжело и я не понимала потом я думаю надо начинать с нижней губы и и так долго красить я лучше ее буду долго красить а потом буду краснее не верхнюю губу потом я поняла что на самом деле я очень много времени тратила на то что я не совсем правильно красила я думаю как мне это выяснить правильно ну как правильно то красить и вот годами годами я это понимала знаете как лучше всего все таки ну оказалось нужно изначально понять что вы цвет видите и что именно этот процент цвета вы возьмете как за определенную порцию цвета и поймете сколько таких порций нужно сделать чтобы цвет стал достаточно яркий я делала недавно процедуру прям буквально несколько дней назад и я ее выставила в stories и вот сейчас я вам покажу смотрите вот эти губы это были сделаны губы три месяца назад вот этой клиентки и здесь достаточно мало цвета если вы видите что губы после процедуры выглядят достаточно такими прозрачными нежными имейте ввиду что клиент к вам придет либо вообще не будет никакого остатка либо он будет очень акварельный то есть вот здесь процедура сделана там наверное два там прохода полных два и может еще половинка но большую работу я выполнял по контуру смотрите почти не видно отека то есть губы практически без отека хотя немножко есть отек слегка губы расправились легкий отек а когда мы сделали с ней коррекцию я сейчас попытаюсь найти это где-то не очень далеко была фотка где же где же она нам не прислала вот смотрите это на мне из дома уже прислала так делаю процедуру три часа ты знаешь иногда можно и три часа делать главное чтобы у тебя зажило все потом и цвета много осталось можно три часа делать процедуру честно тебе говорю ну три часа может и много но в районе там час сорок я четко буду красить губы это точно в районе двух часов в основном разница в том что вы красите когда губы вы думаете что это будет вот она моя девочка вот это она же вот это на коррекции после коррекции знаете как меня губы закрасили вообще как будто губной помадой потому что она пришла и говорит ира у меня губы слишком натурально у нее видно было все сейчас я вам вот так себя верну у нее все было видно у него так весь контур все это было покрашено а вот тут внутри вот тут как вы говорите как-то знаете так бледненько бледненько и вообще почти как будто там нет краски игру ну что сегодня будем красить все цельно много и я начала работу прям со слизистой скажем как я вот знаете как я взяла расправила губу до вывернула себе как мне надо что было слизистая здесь больше и начала работать по большой площади сразу и когда я поняла что у меня в эту площадь уже цвет укладывается это где-то был второй третий проход когда все более-менее я сделал их четыре хороших прохода плюс дополнительная работа по контурам и дополнительная работа на каждом уголке на каждом уголке я прям целенаправленно но я помню когда ранее я работала это был даже наверное пятнадцатый год я помню что мне было очень трудно прокрашивать уголки особенно возрастных губ они всегда такие полу растянутые все такие хлипкие мягкие вот эти углы становится и вот очень трудно а какими иглами вот в этом случае когда мне нужно было внести больше цвета вот в этом случае я брала иглу тройку работала я пигмента вот этими сейчас покажу модулями бренд игла я являюсь амбассадором мои ученики вип-группы получают в подарок такую коробочку те кто у меня учится на вип-пакете и а те кто хотел бы купить такие иголочки я вам очень их рекомендую выпустил их моя выпускница отвлекусь на секунду простите мы сейчас продолжим вот я очень ей горжусь и мне искренне нравятся эти модули они очень крутые свои какие-то тоненькие это очень похоже на вертикс вертикс это американские иголки которых у нас даже нет здесь купить их нельзя ну очень-очень круто вот эти резиновые штучки ученки там двойная мембрана то есть супер безопасный я создала для вас набор набор от меня он называется микс там будет написано потаенкова ирина лучше чем квадрон потому что в квадроне сейчас проблема с безопасностью у них отсутствует мембрана она такая перфорированная дырявая теперь у них вот а здесь аж две мембраны стоит вот и носики намного лучше чем в квадроне прям такие тонюзкие и классно вообще ими работать вот смотрите вот такой набор двадцать пятка тридцатка тридцать пятка и двадцать пятка тройка вот я работал вот такой 25 0 25 тройка все они текстурированы все больше красителя вносит вот если вы интересуетесь такими иголочками то можете покупать себе микс от меня по моей скидке вот все кому интересно заглядывайте ко мне в stories я практически каждый день там очень часто стараюсь разместить именно скидку на иголки вот и на приобретение оборудования которые мне тоже очень нравится сейчас это машинка эльф пен на которой как раз эти губы я и выполняла и пока что я буду работать только на ней с на нее тоже у вас будет от меня скидка и если кто-то ищет оборудование то есть очень мягкая машинка не травмирует не такая ядреная как многие тату оборудование вот предназначены прям для перманентного макияжа в общем я как человек который обозревает очень много уже оборудование я могу сказать что я пока в ней не заподозрила ни одной вообще какой-то косой стороны и очень довольна этой машинкой за что прям рада дать вам скидку окей когда я начала работать реклама закончилась пошла дальше бурлак эльф да на бурлак эльф мой промокод действует и на иглу тоже действует мой промокод вот я использовал для этих губ тройку тройку вот из этого набора она 030 025 тонкая такая 025 тройка и забивала в 3-4 прохода прям мне кажется 4 прохода получился у нас я сразу как я вам сказал выворачивала большую площадь и полностью сразу по всей площади работала когда я видел что у меня цвет оставался и тогда только шла дальше вот по такому принципу я и работаю сейчас эта клиентка она знала что будет герпес и она уже второй раз и после первой процедуры у нее герпес вышел она гартера я пила таблетки на мисс равно здесь две штучки вышло я говорю ну ничего страшного было бы еще хуже поэтому когда работа не да вы недовольны работой следовательно вы вам нужно подтянуть свои навыки вы с чем-то не справляетесь а если у вас к этому всему еще добавляется герпес то это вообще печали это такие нервы я не знаю вообще как можно работать когда я сейчас уже не пережила бы я раньше столько всяких этих ситуаций переживала когда у меня клиенты приходили или писали у меня уже сердце вот так вот стучит я думаю блин ну что это такое можно ли делать татуаж век если шрамы после блефор пластики очень будет сложно делать очень так 025 супер я уже видел когда вы о них говорили да лучше чем квадрон до 3 тройкой работайте я в основном работаю единицы но в этом случае клиентка моя из другого города то есть мне нужно было сделать так чтобы мне уже потом не пришлось возвращаться к этой процедуре мало того я делала эти губы когда мне нужно было уезжать в этот же день мы вы у переезжали всей семьей другой год я ее приняла потому что мне нужно было и при такими иглами работаете я работаю единицей и работаю троечка и вот этими иголками делала губы час получала акварель хотя делал помадный прокрас все если вы работаете по времени где-то в районе часа то скорее всего это будет акварельный эффект потому что ну нельзя если вы работаете на губах где-то в районе двух часов то за это время можно прямо внести очень много краски но это я говорю о чем о том если это минимальные иголки если вы возьмете иголки а скажем более ну единицы до который меньше вносит то естественно это для напыления это для акварели то есть единицей вносить очень долго помадный эффект мы единицу взяли в работу вот пошел 2013 там где-то 14 года когда вот как-то все больше больше единицы многие из вас даже не знали когда это как возникла я все это вот как раз видела все это на моих глазах возникало внедрение единицы в нашу работу прям такое массивное и все это пришло именно с подачи акварельных результатов именно акварельные губы получались именно прозрачные брови получались только для этого брали единиц если вы хотите вносить много значит вы должны понимать делаю процедуру три часа у меня также так вот учиться ну что дарю вам промо код всем кто дождался его как говорится подарки не всем а только особенно поэтому я считаю так что если вы готовы к тому чтобы со мной вместе заниматься учиться ой чтобы мы с вами все это могли по порядку разложить явно вашем месте конечно воспользовалась промо кодом действие его будет до 1 августа вот у меня до 1 августа чтобы я не путалась у меня до 1 сейчас я после этого эфира зайду в админскую страничку к админу на страничку дам ему указание что я вбила промо код и ближайшие часы он заработает вот до 1 августа он будет действовать так у нас получается промо код слова губы все просто вот внимание чтобы у вас получилось его использовать воспользоваться вам нужно знаете что сделать когда вы нажмете на кнопку купить курс цена будет стандартная там где-то в районе 8000 курс луба у меня стоит вот вы нажмете на кнопку и у вас появится форма где нужно ввести свои данные а после этого когда вы отправить свои данные там свой email имя там все такое у вас появляется страница оплаты вот такими там крошечными буквами написано вы знаете промокод серенькими еле заметными прозрачными буквами не знаю почему так сделали но это так вы нажимаете на эту строчку еле заметную как будто бы знаете и хотят спрятать я не знаю почему так нажимаете на нее и вводите это слово губы если вдруг у вас что-то не получается пишите мне директ ирина дайте мне пожалуйста вашего администратора пусть он мне поможет то есть никаких проблем но это на самом деле все просто делается курс у вас откроется и течение трех месяцев будет у вас открыто доступен там не так много материалов но они все вот такого плана вот как я рассказываю информацию для тех кто хочет посмотреть какие-то подарки получить какие-то сюрпризы от меня кто является первым просмотром у меня в первый раз вы меня посмотрели подпишитесь на меня и напишите мне директоре на дайте мне подарки которые вы дарите новичкам которые к вам подписаны впервые все все оно или или он или а оно Продолжение следует...